Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел непростой вопрос. Людмила спрашивает. По повелению Божию, животные приносились в жертву, употребляются в пищу. Не жестоко ли это по отношению к животным? Конечно, такой вопрос может возникнуть только в нашу эпоху. Даже сто лет назад об этом особо не задумывались, потому что жили по-библейски и принимали ту грустную картину мира, которая вошла в нашу жизнь с грехопадением. Бодие, 9 глава. Сам Господь Бог говорит Ною. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную, даю вам все. Только не ешьте, добавляет он, животных, из которых кровь не вышла. Считается, что душа животного находится в крови и умирает вместе с телом животного. Впоследствии это одно из правил войдет и в новозаветную церковь. На Первом апостольском соборе язычникам, приходящим ко Христу, повелевается из всего ветхозаветного обрядового закона не есть удавлененной, идоложертвенного и крови. Потом предлагается из нравственной стороны не блудить и не делать другим того, чего не желаешь себе. Но возвращусь к животным. Человечество всегда относилось к животным как к средству, которое облегчает твое существование. И так Богом задумано. Во всяком случае, не с первых дней существования мира, но после грехопадения. Это грустные для некоторых из нас обстоятельства нашей жизни. Для того, чтобы жизнь продолжалась, необходимо приносить жертву невиновных. Даже Сам Господь принес Себя в жертву, будучи без греха. За то, чтобы мы, в грехе живущие, были искуплены кровью Его. Это закон жизни после грехопадения. В жертву приносятся невиновные. Кто был принесен в жертву за злодеянием пролетариата в 1917 году? Десятки тысяч русских священников, монахов, их жен и детей. Чистые, невинные, ни в чем не виноватые. Берется всегда в жертву лучшее, чистое. Чистейший ягненок, без каких-либо следов и изъянов. Такова наша грустная, правда, жизнь. Но сейчас для нас животные стали важнее, чем люди. Потому что людей любить тяжело. А не любить мы не можем. Мы превращаемся в бабу-ягу. Наш сердце каменеет. И нам самим от этого плохо. Мы хотим кого-либо любить. Господь говорит, возлюбив ближнего своего, как самого себя, до самозабвения, до самозабытия. Так возлюбил Господь мир, что отдал сына своего, дабы всякий верующий в него не погиб, но имела жизнь вечную. Он сам показал своим образом жизни, как правильно любить людей. Но мы так не хотим, а не любить не можем. И мы заводим домашних питомцев для того, чтобы кого-то любить. И знаете, иногда мы отдаем так много им любви, что нам других людей уже просто не хватает. Иногда видишь человека, даже не знаю, как сказать, который любит своего животного больше, чем другого человека. И просто боишься с ним разговаривать. А уж особенно как-то зацепить словом или претензией обоснованной хозяина этой собаки. Может, наборник наденете? Да не бойся, она не кусается. А знаете, мне приходилось отпевать даже детишек, покусанных домашними собаками до смерти. Убери, может, за собой, что твоя собака нагадила, смотрит на тебя с видом, дать тебе в лоб или не дать. Я очень надеюсь, что когда-нибудь доживу до тех времен, когда штраф за каждую кучку будет от 5000 рублей. Викамеры на каждом углу глядишь, и не будет у нас по весне минное поле на площадках, где дети гуляют, и где не проехать, не пройти потом. В результате только думаешь, как бы ты обувь потом почистить. Мы иногда любим своих животных до ненависти к людям, особенно если они как-то их задевают. Доделаю тебе замечания, тебя сгрызть готов, своих собак на тебя напустить. Ты как посмел моих кошечек обидеть, которых 27 штук, и из-за наличия которых просто в подъезд зайти невозможно, что уже потолок пропитывается этим запахом. В своих квартирах жить невозможно. Ну и так далее. Я люблю животных. И дети мои любят. И это не мешает, нам их есть. Просто не каждое животное надо есть, дорогие мои. Думаю, тут понятно. Блажен, кто и скоты милует. Поэтому даже если у тебя есть животное, предназначенное к съедению, это не значит, что ты должен относиться к нему беспощадно, со злобой. Это тоже некоторая наша жертва несовершенству этого мира. Поэтому плохо убивать животных. Ну, грустно, да, живые существа. Этого не должно было быть. Но греховно ли это? Нет. Охотишься ты на животных. Чтобы съесть? Это не греховно. А чтобы развлечься? Нет, так нельзя. Не надо так делать. Если хочешь семью прокормить, даже если она не впрогладь живет, ну, тем не менее, вот такой у тебя, такой у тебя интерес. Ну, ладно, священникам нельзя, мирянам не запрещено. Ну, про рыбу я вообще молчу. Ну, вот так, чтобы, а пойду-ка я зайца постреляю, как Ленин любил на половоде. взять лодочку, добраться до какого-то островка, на котором спасались зайцы, вот так бегали кругом вокруг одного или двух деревьев и отстреливал их беззащитных, в большом количестве, бессмысленно и беспощадно. Просто вот так нравилось ему. Такой антидетмозай. Поэтому можно по человеку, по тому, как он относится к животным, определить, как он будет относиться к людям. Тоже такое. Лакмусовая бумажка присутствует. Но, к сожалению, чаще всего мы животных любим больше, чем людей. Я знаю, что, находясь внутри ситуации, что собрать средства на помощь женщинам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, без дома, с детьми, бездомным, оказавшихся обманутыми, покупателями квартиры или просто выкинутыми бандитами из нее, детям, без родителей, оказавшихся в детском доме. Вообще, людям помогают с меньшей охотой, чем животным. На животных собрать средства намного проще, чем человеку. Я не говорю, что не надо помогать животным. Но не забывайте людей. У меня есть знакомый врач, стоматолог. Он после окончания работы берет огромное количество еды для животных, для кошек, для собак и кормит бездомных кошечек, ежиков и собак у своего дома в своем квартале. Он где-то час, полтора, то и два ходит, их ищет. Они уже привыкли к нему и их подкармливает. Но он и к людям относится замечательно. Он не дерет с них три шкуры, не ставит тройные цены, не лечит несуществующие болезни. А стоматологи могут это, они все прекрасно знают. Не используют дешевые материалы, при этом беря деньги, как за дорогие. То есть он и человеку любив. Вот к тому призываю вас. Будьте и к людям милосердны, и к животным милостивы. А если вы думаете, что животных есть нельзя, и есть даже религиозный запрет, то напомню вас одно из апостольских правил, которое гласит, что если кто ограничивает себя от мяса, брака и вина не по причине воздержания, но по причине гнушения, тот от церкви будет отлучен. Между прочим. Поэтому если вы вегетарианцы, и вы просто не хотите есть белки животного происхождения, это не грех. Но если вы принципиально считаете, что заповедь «не убей» касается не только людей, но и коров и свиней, то вы заблуждаетесь и попадаете под действие этого древнего полсельского правила. Берегите себя, не упадите на ровном месте, и не подпадите под древнецерковный анафемитизм. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok